Здравствуйте, дорогие друзья. Коротко я веду в курс дела, что компания БАЗ со своей стороны рекомендует для достижения высоких показателей по содержанию протеина в семенах сои. И начну я в целом с такой базовой информации, расскажу о тех факторах, которые мы выделяем, которые оказывают большее влияние на содержание протеина в семенах сои. Прежде всего, во главе всего стоит, конечно же, сорт. То есть, если сорт генетически не предрасположен к накоплению высоких показателей этого вещества в семенах, то и не стоит ожидать чуда. То есть, тот сорт, который высокоурожайен, он не сможет реализовать себя с точки зрения высокопротеинового сорта. Поэтому здесь первое место – это, конечно же, сорт, его генетика. Далее – общее состояние почвы, абиотические и другие стресс-факторы. Что здесь подразумевается – это переувлажнение, переуплотнение почвы, либо низкие показатели ОПН, а также влияние стресс-факторов. Некоторые компании, независимые организации, в том числе и химические компании. Мы, со своей стороны, отмечаем последние несколько лет такую тенденцию, что при применении жестких гербицидных схем, зачастую, когда присутствует жесткий системный компонент, когда происходит видимое угнетение сои, отставание ее в росте, то это напрямую влияет как на процесс образования клубеньков на корневой системе, и в дальнейшем это также влияет на урожайность, и в том числе на протеин. Поэтому некоторые данные тоже мы уже имеем за последние пару лет наших опытов, и я поделюсь с вами немножечко позже. Сбалансированное питание культуры. Ну, разумеется, здесь необходимо понимать, что культура, если будет испытывать какой-то дефицит по элементам питания, то не стоит ожидать высоких показателей урожая, и в том числе протеина. Некоторые микроэлементы напрямую влияют на содержание протеина в сои, и тоже коротко мы об этом сегодня поговорим. Использование качественного инокулянта для никого не... Ну, все прекрасно понимают, что соя синтезирует и накапливает большое количество азота. Семена могут содержать до 50% протеина, а на синтез протеина необходимо, конечно, большое количество азота. И без азотного питания ожидать каких-то чудес тоже не стоит. А все мы знаем, что соя – это клубовая культура, которая вступает в симбиоз с микробиологическими организмами, с резобиями, которые позволяют фиксировать по разным источникам от 60 до 80% атмосферного азота и поставлять их, собственно, растениям сои. Да, к сожалению, полностью все необходимое количество азота бактерий не могут поставить, но большую часть они, в принципе, себе могут прекрасно синтезировать. И самый завершающий блок – это воздействие вредных организмов. Сюда как раз-таки я отнес тему болезней и влияния их на содержание протеинов сои. Теперь коротко по каждому из тех блоков, которые я обозначил ранее. Сорт. Так вот бегло проанализировав госсорткомиссию, сорткомиссию, реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, именно сои. Выделил я 351 сорт. Это данные на ноябрь, если не ошибаюсь. Может быть, уже тут обновлена есть какая-то информация. Но, тем не менее, можно видеть, что порядка 200 сортов по данным все того же госреестра в среднем показывали результаты с содержанием протеинов сои от 36 до 39,9% протеина на АСВ. 56 сортов фиксировали от 40 до 41,9% протеина. И только 16 сортов имели потенциал более 42%. Разумеется, это усредненные цифры из разных регионов, с разных участков сортоиспытательных. Но, тем не менее, наглядная тенденция о том, что эти цифры говорят о том, что порядка 2 трети всех сортов не являются такими высокопротеиновыми, как хотелось бы. И только 56 сортов могут синтезировать от 40 и более процентов, и 16 от 42. Там некоторые даже сорта демонстрировали 47 и 48% содержания протеинов. За 2023 год также уже встречались нам данные именно в производственных условиях. Некоторые предприятия на определенных сортах сои получали и 50% в АСВ. Конечно, это довольно редкий феномен, но, тем не менее, такие показатели именно в производственных условиях были получены в прошлом году. Так вот, возвращаясь к теме сорта и влияния на зависимости сорта и содержания протеинов сои. К сожалению, тот ген, который участвует и отвечает за этот показатель, за качественный показатель, он также отвечает и за урожайность сои. То есть, как я говорил ранее, высокоурожайные сорта априори не могут проявить себя как высокопротеиновые. То есть, там не будет, конечно, какой-то критичной и высокой разницы в протеине, но 3-4% высокоурожайный сорт, конечно, не сможет дать реализовать относительно высокопротеинового. Поэтому при выборе и при решении возделывать сою с целью получить максимально возможный протеин, необходимо отдавать предпочтение как раз-таки высокопротеиновым сортам. Общее состояние почвы. Я уже коротко сказал, да, это переувлажнение почвы, как на слайде здесь, либо засушливые условия, да, это все может негативно повлиять на в целом развитие сои. И в дальнейшем, как я говорил, соя, испытывая стресс, будет также и недополучать, да, недопроизводить, скажем так, тот протеин, на который мы ориентировались. Поэтому те условия, которые складываются в прошлом году, да, если было сильное переувлажнение, вполне себе возможно, это могло оказать свое воздействие на содержание протеина в семенах. Далее. Переуплотнение почвы и PH почвы. В целом, если говорить про требования к почвам и с усой, ну, именно с точки зрения плотности, то оптиум – это 1,15-1,25 грамм на сантиметр кубических. Именно в этом диапазоне соя будет расти без каких-либо проблем с точки зрения переуплотнения почвы и сможет реализовать свою генетическую способность, да, получить высокий урожай, либо высокий протеин. PH. PH тут очень тоже интересный факт. Мы все прекрасно понимаем, что любые растения, по крайней мере культурные растения, большая часть из них, она требовательна к нейтральному показателю PH. Соя не исключение. Здесь, конечно же, от 6,5 до 7,5 будет являться оптимальным значением. Но поскольку, как я упоминался ранее, да, и все прекрасно коллеги знаете, что соя – это культура, которая вступает в симбиоз с кубеньками, да, с резобиями, резобии также негативно относятся к такому показателю, как PH. То есть ниже 5,5-4,5, как правило, этот показатель приводит к снижению вирулентности резобий и к уменьшению образования клубеньков. То есть меньше клубеньков, меньше резобий, меньше получают растения соя и азота, и в дальнейшем меньше показателей по протеину мы получаем на полях. Говоря о стресс-факторах, которые помимо, вот и перечисленных мной ранее, да, помимо абиотических факторов, ну, можно сказать, нравится антропогенной, то есть применение каких-то жестких схем гербицидов, также могут приводить к, очевидно, к недобору урожая и в дальнейшем к недополучению того показателя по протеину, который мы планировали ранее. Ну, вот на слайде здесь представлена случайно такая полученная схема, да, в прошлом году в Калининградской области на предприятии Фондердекин, у нас там такая большая демонстрационная площадка, применили наш гербицид, и рядом компания, скажем так, конкурент решила испытать свой продукт, довольно жесткий, можете видеть, да, двухкомпонентный препарат, в составе которого имазитопир, довольно большой норме расхода на гектар, 40 грамм, и имазамокс, 30 грамм на литр. То есть, ну, мы все прекрасно понимаем, что такая схема может быть довольно жесткой на соль. Так и оказалось. Сильное отставание в росте, здесь на слайде прекрасно видно. И в дальнейшем при осмотре полей, при осмотре корневой системы коллеги фиксировали, что на тех участках, где применялась жесткая гербицидная система защиты, отсутствовали клубеньки просто напрочь. Но для понимания, обработка инокулянтами проводилась на всем массиве. То есть, на том участке, где была применена мягкая схема эффективно, то есть мы сняли гербицидом сорняки и не покалечили, скажем так, сильно сою, тут прекрасно видно образование клубеньков, то есть процесс поставки азота растений продолжается, синтез азота идет, и все это, конечно, будет складываться благополучно на урожайность и на протеин. На этом участке, где был сильный стресс, клубеньков нет. И это как раз-таки один из таких вот факторов, который может снизить не только урожайность, но и содержание протеина в семенах. Поэтому тоже стоит обращать на это большое внимание. Это не случайный опыт, не случайный эксперимент, который получился в прошлом году. Также в агроцентре в Липецке была похожа ситуация, когда применили уже не системные действующие вещества, а контактные. Вот продукты на основе фамисофена, фамисофен плюс бентазон, которые тоже довольно жестко сработали по сои. Какие-то продукты неплохо сработали по сорнякам, да, тут остались несколько в междурядях. Какие-то чуть хуже сработали по сорнякам, но нам здесь более интересно уже с точки зрения селективности, мягкости работы на сои. То есть те делянки, те участки, которые были припалены, да, вот можно даже здесь видеть нижний ярус, первый троечный риск, кое-где второй троечный риск, поврежден. Мы получили там меньшее количество урожая и меньше протеина. Вот в процентах как раз-таки здесь выражено содержание протеина уже по результатам уборки в пересчете на АСВ. То есть на варианте, где фитотокса и сильного ожога соя там не испытывала, 39,9. На варианте, где уже какое-то негативное воздействие, да, в стрессовый фактор мы вогнали сою, получили 38,9. На варианте, где более жестко, где мы прям более сильно, да, мы видим вот эти ожоги и потери листовой массы у культуры, здесь уже 38,6. Разумеется, здесь, когда мы говорим про замеры протеина, здесь не округляем мы в большую сторону, конечно, здесь будет 38, 38, 39, если мы говорим про продажу, да, про приемку у переработчика. Но, тем не менее, даже вот один процент, он может серьезно повлиять на конечную стоимость продукции. Ну, здесь схематично, да, представлена картинка, как выглядит потребность культуры в основных элементах питания на протяжении всех этапах ее развития. Эту схему, я, кстати, сразу говорю, позаимствовала у коллег компании «Еврахим», поскольку мы тесно сотрудничаем с данной организацией, и на протяжении последних трех лет мы проводим совместный опыт, даже не опыт, проект, называемый «Прокачай сою». В текущем сезоне также в разных климатических зонах продолжаем этот проект. Цель проекта – это оценить влияние интенсивной системы защиты сои с довольно такой серьезной системой питания сои. Просто, да, для информации, насколько много необходимо азота культуре. Также не стоит забывать про комплекс микроэлементов, которые в большей степени влияют на те процессы, которые, ну, на какие-то такие биохимические реакции, да, на биохимические процессы в растении, которые дефицит этих микроэлементов может быть и невидим глазу, но недостаток их может, конечно, сказываться и на содержании протеина в семенах. Вот касаемо как раз-таки стоимости семян и стоимости той продукции, которую мы получаем с точки зрения содержания протеина. В пересчете на СВ начинает от 31% и заканчивая до 40%, цены могут меняться. Вы все это прекрасно знаете. И по данным трейдера, данные, как я сказал, не самые актуальные на октябрь, но, тем не менее, очень показательные. Мы видим, что разница в 1% по содержанию протеина может достигать 3000 рублей, где-то 3300, в зависимости от того, с какого содержания протеина мы начинаем оценку. Если мы говорим про 36, то здесь, конечно, 36 тысяч – такая себе цена, но стоит только поднять протеин на 1-2% и уже мы разницу получаем. То есть, получив один и тот же урожай, но с разным показателем протеина, закупщики, конечно, более спешно, скажем так, готовы закупать ту продукцию, которая содержит больше протеина. Так вот, немножко отвлекся от темы. Касаемо не только элемента питания я хотел сегодня поговорить, не только микроэлементов, макро. Я упоминал сегодня про инокулянты. И в целом этот процесс и этот прием, который, я думаю, не только химические компании, которые продают инокулянты, говорят о нем активно, но и семенные компании в один голос заявляют, что данный прием просто необходим и всячески окупается при внедрении его в свою технологию выращивания сои. И это не пустые слова. Мы на протяжении последних шести лет испытывали наш продукт High Coat Super Soy. Думаю, многим известны данные инокулянта. И последние четыре года мы исследовали влияние препарата этого на показатели содержания протеина в урожае. То есть за шесть лет мы смотрели, больше был упор у нас на урожайность, поскольку актуальность протеина стала более острой последние пару лет. Ранее больше все-таки цель была получить просто больше урожая. Сейчас необходим баланс, необходимо получить высокий урожай, но и при этом не получать 35-34% протеина по АСВ. Именно поэтому последние четыре года и 30 исследований, 30 анализов уже в производственных условиях, когда полполя, четверть поля применяется либо с инокулянтом, либо без, в сравнении с конкурентным инокулянтом, либо каким-то другим продуктом убирается это все дело. И в дальнейшем тот урожай, который получен, анализируется на содержание протеина. И что можно сказать? Если сравнивать с контрольными участками, там, где инокуляция вообще не проводилась никакими продуктами, в среднем за 30 опытов и 4 года было получено порядка 37,5% протеина на АСВ. Только добавили инокулянт, то есть система посева, сроки, сорт, обработка почвы, подкормки, если они проводились, все абсолютно одинаковое. То есть однофакторное различие здесь присутствует. Инокулянт? Нет инокулянта. Добавили инокулянт, получили сверху в среднем 2,2%. Разумеется, разные года, разные условия, где-то показатель по дополнительному протеину был выше, до 3-4% доходил, где-то меньше. Как правило, это коррелирует с наличием в всеобороте сои. То есть если соя выращивается уже несколько лет, возвращается через пару-тройку лет на одно и то же поле, то, как правило, та отдача от дополнительного применения инокулянта с точки зрения содержания протеина, она не так высока, то есть 1-2%. Если поле последние 5-7-6-10 лет, либо вообще соя не выращивались, то применение инокулянта на этих полях будет, эффект от применения инокулянта будет ярко выраженный, то есть с точки зрения урожая и с точки зрения содержания протеина в семенах. И мы также, как я сказал, сравнивали еще с другими продуктами. Сейчас, если не ошибаюсь, порядка 17 или 18% по данным Кинетек за 23-й год было на рынке представлено разных инокулянтов, так же, как отечественных компаний, иностранных, и южноамериканские, американские штаммы, и вот с ними мы тоже сравнивали, и в среднем плюс 1,7% полученного протеина на варианте с применением хай-коута. То есть тезис о том, что все инокулянты одинаковые, все визоги одинаковые, все штаммы одинаковые, конечно, это не очень все-таки правильно. Но не стоит забывать, что прекрасно также отзывчивые сорта сои на применение инокулянта с точки зрения урожайности. В среднем мы на контрольных участках плюс 25% урожая получали за последние вот 6 лет и 130 производственных опытов. И относительно конкурентных продуктов порядка плюс 10-13% за последние 6 лет было получено нами. И завершающий блок не так, наверное, актуален он для европейской части России, это в большей степени актуально для Дальнего Востока, но есть уже тревожные звоночки, когда в тех регионах, где соя обычно выращивается в небольших площадях, ну взять Краснодарский край, 170-180 тысяч гектар, ну уже там мы отмечаем и аскохитос, септориоз, даже фузыриозное увядание в прошлом году зафиксировали на нескольких полях. Поэтому с насыщением всеоборотами соей, с интенсификацией возделывания этой культуры, конечно, прессинг заболеваний будет возрастать. А на участках под орошением, конечно, это будет актуально из года в год. Так вот, тут перечислено у меня несколько заболеваний, с их, ну и указаны, да, фотографии, симптомы этих заболеваний. Аскохитоз, септориоз, циркоспороз, переноспороз, бактериоз и фузариоз. Все патогены, которые здесь указаны, в той или иной степени влияют на урожайность культуры, и некоторые из них могут приводить к снижению протеина на 3-4, а то и 5%. Опять же, по данным литературных источников, здесь довольно такой большой пласт работы необходимо провести, чтобы оценить, насколько каждое заболевание может привести к снижению качества продукции. Но по открытым источникам, по открытой информации, здесь я брал данные из Агроатласа, вот схемы, в принципе, эти все здесь видите. Где-то на 4-5, если мы говорим про циркоспороз, про сахитоз просто идет речь о ухудшении качества, про септориоз, также снижение качества технических показателей зерна. Но, тем не менее, на протяжении последних 4-5 лет мы активно исследуем этот вопрос, и по данным некоторых опытов, результаты 2022 года, демоцентра Алтай, мы видим строгую корреляцию от применения или неприменения фунгицидов. То есть контроль, где фунгицидные обработки не проводились, получено определенное количество урожая, 24,4 центнера, при содержании протеина 39. То есть тоже такой интересный момент, многие тоже такое мнение бытует, что получая меньше урожая на каком-то сорте, теоретически можем получить больше протеина. То есть поскольку получаем больше урожая, меньше протеина. Но, как видите, не всегда эта корреляция работает. Здесь, я повторюсь, опыт проводится у нас всегда, если я показываю такую сводную таблицу с какими-то графиками, с результатами на одном и том же сорте, при одних и тех же условиях, отличаются только показателями. Здесь, в данном случае, показателями применения либо неприменения того или иного фунгицидов. Три конкурентных продукта и продукты, которые как раз-таки компания BASF рекомендует для применения на сои. Цириак, спиктерактив. Как однократное, так и двукратное применение. Здесь мы видим, что применив продукты даже однократно, мы значительно сохраняем показатели урожайности, то есть плюс 6 центнеров сохраненного урожая. И это также влияет на содержание протеинов в семенах. Также протеин перечитан на абсолютно сухое вещество. То есть здесь мы можем сделать вывод, что не только к уменьшению урожайности приводит активность развития патогенов, но и к недополучению как раз-таки того же самого протеина. Здесь тоже интересный момент. Двукратное применение продуктов. Пиктерактив цириакс, цириакс двукратно привел и бы получили несколько ниже содержание протеина при более высокой урожайности. Ну, коллеги, тоже комментировать довольно сложно и делать выводы по опыту одного года, но тем не менее здесь полученный протеин все так же выше, чем на контрольном участке. Конечно, в тех регионах, где априори не присутствуют заболевания, засушливые условия, либо просто устойчивые сорта, применив фунгицид, конечно, не стоит ожидать, что он окажет какое-то влияние на содержание протеина. Здесь как раз-таки речь о том, что то воздействие негативное патогенов, которые они оказывают на культуру, приводит к снижению урожайности и к недобору протеина. А те варианты, где применялся фунгицид, либо применялся двукратно, мы сохранили урожай, при этом получив достаточно значимую процентовку по дополнительно полученному протеину. Кстати, здесь, я думаю, особо внимательные коллеги тоже могут прокомментировать, что 43, 42, 44. Для чего такие высокие показатели протеина? То есть, как правило, там планка стоит 40%, все, что выше, закупщик не предоставляет каких-то дополнительных, сверхвыгодных, интересных предложений в закупке. Но получив урожай с таким протеином, мы всегда можем размешать его, так сказать, с теми семенами, которые были с не столь высоким содержанием протеином. Коллеги, с моей стороны это все. Надеюсь, что у вас появятся вопросы, на которые мы сможем ответить в комментариях. Максим, спасибо большое. Очень обстоятельная презентация у вас и интересный доклад. Скажите, пожалуйста, вы не подсчитывали, насколько вообще оправданы затраты? Потому что компания BSF – это элитные, престижные препараты, которые также цену имеют достаточно высокую. Вот оправдывает ли такая защита себя? И, может быть, в каких условиях оправдывает? Отличный вопрос. Я уже коротко говорил об этом, что применив фунгицид и купив его на тех участках, где нет заболевания, конечно, как правило, это будет в пустую потраченный день. Поэтому здесь, конечно, необходимо грамотно подходить к выбору и вообще к решению фунгицидной обработки. Данные, которые я показывал, я везде указывал участки, регионы, где мы это проводили. Сразу говорю, что для южных регионов Ростовская область, где не так много сои выращивается, Краснодарский край, где порядка до 200 тысяч может доходить, 170-180 тысяч гектар, применение фунгицидов по вегетации не столь актуально в силу погодных условий и в силу низкого распространения заболеваний. Поэтому да, с фунгицидами – это, если мы говорим уже про европейскую часть, имею в виду Черноземье, Дальний Восток, Алтайский край и, в общем, тех регионах, где прессинг заболеваний более высок. Поэтому, конечно, применять двукратные продукты, цириакс и пиктер в Краснодарском крае, либо на растительных участках. То есть, как я сказал, если потенциал сорта высок, если условия, в которых он выращивается, технология, в которых он выращивается, подразумевает, что есть риск развития заболеваний, и, конечно, здесь применение фунгицидов более чем оправдано. Но в каждом конкретном случае необходимо проводить, конечно, наблюдение у себя. В отличие от фунгицидов, хайкор турбосоя оправдывала затраты во всех регионах? Смотрите, опытов было не так, ну, как даже вот экспериментов, правильно, надо сказать, было не так много. Порядка семи мы провели за последние пару лет, но абсолютно везде применение его было оправдано. То есть там небысокие затраты, это дополнительно, как я сказал, это инокулянт, и в его компоненте входит уже там третий бацулсамидлаликифасиенс бактерия. Она не столь дорогая, сразу говорю, и поэтому применение препарата было оправдано. То есть с точки зрения сохранения урожая, как раз таки вот мы наблюдали на тех участках, где применили, меньшее развитие бактериоза, лучше корневая система формировалась, но это уже отдельная тема, которую тоже слушатели, зрители нашего сегодняшнего выступления смогут найти на просторах интернета и на нашем сайте. Применение было полностью оправдано с экономической точки зрения. Дополнительно сохранен урожай колебался у нас от 0,7 центнеров до 2 центнеров в зависимости от региона и от погодных условий. Ну 0,7 центнеров это мы в Краснодарском как раз таки агроцентре получили, поскольку довольно засушливые условия в последние года, и там какой-то такой сильный выхлоп от тех или иных продуктов, в частности биологических, не столь явный, как в условиях Черноземья либо Дальнего Востока. Максим, спасибо вам большое еще раз за ваш комментарий, очень интересно, я думаю, что и полезен будет для всех, кто занимается этой культурой. Прощаюсь с вами, тогда завершаю конференцию. Да, спасибо, всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова